Печально известный дом на Советской 107 снова в центре внимания. В нашу редакцию вновь позвонили его жильцы и заявили, что дом начал падать. Напомню, летом прошлого года здесь появились трещины, причем не только в подъездах, но и в квартирах жителей многоэтажки. С этого времени люди пытаются доказать, что причина тому строительство 8 микрорайона. Оно развернулось прямо под их окнами. Теперь же, говорят ноябрьцы, дом еще и отклонился от вертикали. Кирилл Мигель продолжит. Вот эта тарелка, это ужас какой-то. Я же напобелила, когда это увидела. Не знала, куда бежать. Пошла по соседям заявлять, что у меня уже перекос дома идет, что ли. Привычный семейный ужин для Анны Чусоветиной недавно закончился настоящим шоком. Только она поднесла ложку к свежему ароматному супу, как вдруг заметила, что он едва ли не выливается из тарелки. Тот же стол, тот же пол, но никогда раньше ничего подобного не было, говорит женщина. Вот у меня уже почти собраны чемоданы на экстренный случай, то есть документы, необходимые вещи, чтобы, если ситуация станет настолько критичной, брать вещи и уходить. То, что дом продолжает трещать по швам, подтверждают установленные коммунальчиками маячки, говорит Анна. Они установлены в подъездах 107-го дома. Местами эти белые листочки с печатями вздулись, а кое-где уже просто порваны. Вот здесь самая большая трещина, это получается между первым и вторым этажом, как раз снизу. Начинается здесь пошире, а дальше поуже идет, то есть подъезд так расширяется. По распоряжению окружной жилищной инспекции управляющая компания, напомним, дом на Советской находится в видении НЖСК, срок до 1 апреля должна предоставить заключение специализированной организации о причинах появления трещин. Но денег на проведение экспертизы у коммунальщиков просто нет. Не может помочь и администрация. Дело в том, что почти все квартиры в многоэтажке приватизированы. А потому оплатить экспертизу из бюджета не позволяет закон. В соответствии с федеральным законом 131, это закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, к вопросам местного значения не относится данный вопрос, что подразумевает невозможность финансирования за счет средств местного бюджета. Другое дело, что если стоит вопрос о том, что на основании решения общего собрания будет принято решение о проведении такой экспертизы и об источниках его финансирования за счет собственников, то в части имущества, принадлежащего в данном доме муниципальному образованию, городу Наябрьск, как собственников, да, мы присоединимся как собственник в части своих квартир. На сегодняшний день по заключению множества инстанций, причем как местных, так и окружных, дому на Советской 107 просто нужен капитальный ремонт. Девятиэтажку возвели в 95-м году, и с того времени он здесь ни разу не проводился. Просто время пришло, и в этом нет ничего удивительного, утверждают специалисты. А паника среди жильцов – лишь убитые нервные клетки. Проектный срок эксплуатации дома – 100 лет, и именно столько он простоит, уверены в администрации. А может быть, и больше. Кирилл Мигель, Антон Владимиров и Виталий Харченко. Новости нашего города.